Пойдёмте перейдём в наш новый городок, который мы только что захватили. Вот он, вот он. Здесь интересный... А, здесь, кстати, есть завод, вы посмотрите. Вот такой вот завод, прям он. Воу-воу-воу, фейерверк, здесь праздник. Доход повысился, ясно. Давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать в этом городе. Можем мы, ребята, следующее. Давайте перейдём в технику. И, как мы видим, у нас появились военные лодки. Так как мы находимся рядом с морем, мы теперь можем себе это позволить. Так что пойдём сейчас покорять морские просторы. А также можем ещё сделать военную технику. Ну, она у нас, в принципе, была, но здесь она какая-то будет особенная. Можем выбрать уже из имеющихся. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть на выбор, потому что строить самому мне что-то как-то лень, если честно. Есть интересные такие машины. Вот, робот. У нас в том городе есть на колёсах транспорт, а здесь у нас будет вот такой вот робот. Он называется Могильщик. Страшное название, если честно. Но давайте выберем его. Так, робот у нас есть. А что у нас по лодкам? Давайте посмотрим, какие лодки у нас здесь есть. Может, обязательно строить? А может, есть готовые экземпляры? Пожалуйста, ну покажите. Мне сейчас так неохота строить. Вот, готовые варианты. Слушайте, ну это прям не лодка. Это какой-то, не знаю, летающий фонарь, как тут написано. Ух ты, кот да Винчи. Блин, а здесь вообще золотой рыб. Слушайте, сколько тут крутых транспортных средств всяких. Точнее, военных транспортных средств. Знаете что, давайте вот этот вот, он такой интересный, забавно выглядящий. Посмотрим на него. Кот да Винчи. А теперь предлагаю нам выкупить наше изобретение, которое мы сейчас сделали. Это вот такой вот робот. И лодка. Еее. Что, все, денег нету? А, у меня по максимуму, в этом, короче, в военном деле я могу всего три транспортных средства иметь. Дело в том, что я сделал два вот таких робота. Вот они, эти роботы у меня. Блин, они крутые. Ну посмотрите, они прям вообще огонь. Крутые роботы. На страже порядка миньонов. У меня есть вот такие крутые роботы. Ух ты, доход повысился. Опять праздник. Че-то эти миньоны прям гуляют и гуляют. А ну-ка, морской военный транспорт. Воу, воу, воу. Нифига себе, какой он крутой, вы посмотрите. Офигенно. Поехали-ка, захватим вон ту вышку. Она как раз не наша. Попытаем свои возможности. Ё-моё, какие ракеты полетели в неё. Офигеть. Бам, бам. Сейчас-ка попробуем потянуть ещё сюда наших роботов. Может они с берега попробуют пострелять. Шкат лаут. Шкат лаут. И сайт. Плоджерп. Нет, блин, они отсюда не достают. Не достают. Ну, я знаю, как повысить нам количество военной техники. Нам просто нужно построить ещё один дом. Давайте построим дом, где у нас квартиры. Жилой дом, вот. Жилой дом. Этот жилой дом мы поставим вот сюда. Всё. Да, сразу же появилась возможность построить нам ещё одну лодку. Круто. Пошла, жарень. А, кстати, тут этот корабль в одиночку уже добил эту вышку. Ну, ничего, поможем ему. Ю-ху! Вышка добита. И мы построили здесь свою. Зашибись. Теперь мы можем ещё и контролировать морские просторы. Так, ребята, смотрите. Мы находимся с вами на материке, который практически полностью в нашем контроле. Но не совсем. У нас здесь есть соседи. Вот они, кстати. Смотрите, они тут воюют с кем-то. Ничего себе, с кем вы тут воюете. Чё здесь за техника такая крутая? Кстати, техника у них абсолютно одинаковая, только цвет другой. Ммм, откуда вот этот вот оранжевый? Блин, почему-то это вроде бы как мой цвет. Опачки. Ну всё, вот они и разобрались. Ааа, прикиньте, это, короче, оранжевый на зелёных нападает. Ммм, ну ладно. Понаблюдаем, понаблюдаем. Посмотрим, что здесь получится. Хотя, может, не стоит наблюдать. Давайте попробуем туда направить свои войска. Может, чё из этого хорошее и выйдет. Так, роботы. Ко мне сюда на базу. Так, роботы подъехали ко мне на базу. Шикарно. Вы посмотрите, какие они здоровы по сравнению с моими машинами. Берём всех и поехали к зелёным разбираться, чё там у них, какие проблемы. Так, где у них зелёные? А, ну в принципе у них тут... У них тут в принципе всё хорошо. Осталась всего одна единица тех... Ой, нет, тут ещё одна подъехала. Ладно, сейчас разберёмся. Так, мои тачки выезжают с двух сторон. Давайте, наверное, бомбанём в начале вот этих вот, да? Атака! Хотя нет, знаете, мы их не будем трогать, потому что на них сейчас агрессия города идёт. А мы просто сбоку начнём их своей верой атаковать. Ну что ж, пошла жара. Так, мои роботы бомбанули этих оранжевых. Минус одна машина, нужно её восстановить. Возвращаемся в город. Ух ты, я даже больше машин смог восстановить. Подмога подъехала. Ребята, ну чё вы встали? Давайте, 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 помогайте своим. Опа-чки! На панели переговоров будут ображаться все государства, в состав которых входит больше одного города. Вы также можете отправлять сообщения с помощью коммутатора. Сейчас разберёмся. Это кто у нас? Это с розовыми у нас такие отношения? Опа-чки! Это красные! У которых мы только что отвоевали... Город! Ваши действия ставят нас в тупик. Что вам нужно? Блин, нужно было у них забрать ещё и другой. А так они ещё могут противостоять нам. Что мы можем у них спросить? Нам нужна военная помощь. Согласны ли вы сражаться на нашей стороне? Наши подданные восхищаются вашими бескрайними землями. Ну, как бы это не так. Ваши подданные произошли от безмозглых слезников. Ну, я мог бы так сказать. Но, боюсь, после этого мы разожжём войну. Очень серьёзно. Мы прибыли с дарами. Примите ли вы их? Или просто сказать, давай, до свидания. Давайте с ними дружить. Скажем, мы прибыли с дарами. Примите ли вы их у нас? Ай-яй-яй. Какой же ты вообще, блин, меркантильный. И что же вы можете нам предложить? Четыре тысячи спорлингов. Это, короче, деньги. Забудем. То есть проехали. Ну, ладно, давайте побольше им дадим. Что ж я всегда жду от незнакомцев только хорошего. Всё, договорил. Ну, всё тогда. Рады стараться. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Опачки, захватили. Офигенно. Ну что, ребята. Хвала небесам. Теперь мы вместе. Юху. Блин, мы всё растём и растём. Вы обратили религиозный город в свою веру. Специализация не изменится. Ну да, мы как бы одной религии. А что у нас здесь происходит? А здесь у нас происходит война. С оранжевыми. Так, давайте бомбите их. Всё-таки военная техника против религии – это мощь. Пускай он тут уезжает. Не будем за ним гоняться. Как волк за кроликами. Ну что, вроде бы на этом материке мы всё с вами забрали. Но у нас осталось ещё прилично городов, которые хотят у нас урвать кусочек с нашей территории. А, кстати, вон ту надо забрать вышку. Пойдёмте заберём вышку. Вот эту вот. Она ещё не наша. Ух ты, да у нас тут целых две вышки. Одна вон там, другая здесь. И это вышки оранжевых. Ай-яй-яй, какие же вы всё-таки. А ну-ка, вот тут вот это оранжевые, да? А, вот они оранжевые где. Всё ясно. Вот где вы спрятались. Значит, материк мы ещё не отжали. Понятненько. Ладно, тогда отожмём хотя бы вот эту вышку. Вышку мы, ребята, у оранжевых забрали. Теперь предлагаю решить вопрос вот с этой вышкой. Давайте направим туда наших роботов. Роботы. Идите сюда. И заодно всю технику тоже сюда переправим. Потому что мы сейчас можем столкнуться с тем, что сюда подъедет куча техники оранжевого. Ведь база-то у него вот она, рядышком с этой вышкой. Так что ему недалеко ехать. Ну, а пока мы спокойно захватываем эту вышку. А потом я предлагаю поехать к этим оранжевым и задружиться с ними. То есть не войной решить вопрос, а подружиться. Преподнести им какой-нибудь подарочек. Не знаю, если они, конечно, примут дар с нашей руки. На вашу вышку напали, опачки. Где, какая вышка? Погодите, покажите мне, покажите. Ах ты ж, оранжевый проказник. Еще и тут напал. Атаковать его. С двух сторон, смотрите, и там, и тут. Как-то странно, он проехал мимо моих кораблей и начал атаковать мою базу. Очень интересно. Поехали-ка отожмем обратно нашу вышку. Оранжевый хитрец еще тот. Что у нас здесь? Ага, все. Здесь мы тоже вышку забрали. Собираем наши войска. И едем сюда. Ну что, переговоры? Нет, переговоры мы не будем... А-а-а, вы посмотрите. У нас нет возможности подарками преподнести. Подождите, а если... Я выберу только свои машины, без боевой техники. Ага, только переговоры или обращение веры. Это не совсем то, что я хотел. А что насчет вежливый посол? У нас есть возможность послать туда посла своего. Вот на этот город. Так, что происходит? А вот, смотрите, вот-вот-вот-вот. Посол прилетел. Типа. Что происходит? Ага, он их загипнотизировал. Смотрите, теперь они нам не враждебны, а... Можно сказать, почти дружелюбны. Так, и я так предполагаю, пока действует этот вежливый посол, нужно ехать к ним. И что-то решать какой-то вопрос. Да, вот, смотрите, дары можем преподнести. С удовольствием. И заранее благодарим. Какой же ты вот... Ай, все здесь меркантильные. Что красный, что оранжевый, любите вы деньги. Ну, вот, держите. Четыре тысячи спорлингов. Что ж, я всегда жду от незнакомцев, только хорошего. То же, что и красный говорит. Какие вы все одинаковые. Скучные и одинаковые. Опа, красные нам, смотрите, что пишут. Нам нужна помощь. Страна желтый притесняет нас по всем фронтам. Согласны ли вы объединить наши войска против врага? Конечно, мы согласны. Разумеется, ваш враг наш враг. Чего мы можем еще ответить? Хм, чего-то нам не хватает для согласия с тобой. Может, ты дашь нам денег немного. Допустим, две тысячи спорлингов. Или можем ему сказать, сожалеем, но это не в наших интересах. А давайте с него деньги попросим, а? Мы ему вначале деньги давали, а теперь попросим обратно. Это не проблема. Как хорошо, что вы с нами. Ха, он дал нам обратно наши деньги. Ну, красавчик, поехали. Че, поможем красным? Война. Ваш враг, страна желтый. Желтые, желтые, желтые. Сейчас, подождите, где, где, где моя армия? Так, где желтые? Вот они желтые. Смотрите, вот они атакуют. А, подождите, это же оранжевые, а не желтые. Капец. Мы только что с ними задружились, а они поехали и напали. Может, с ними переговор как-то повести? Наша миссия нести истинную веру во все уголки мира. Вы скоро узнаете ее, как и все ваши предшественники. Извините, вы что-то сказали? Давайте, до свидания. Короче, желтые что-то совсем как-то категорически настроены против всего мира. Поэтому нам придется с ними действительно воевать. Но вот здесь-то у них на красных напали оранжевые. Опачки, вы посмотрите. Да, все-таки на нас напали оранжевые. Ладно, отбиваемся. Мы даже еще ничего не предприняли. Мы даже еще не начали нападать. А оранжевые уже вовсю бомбят моих роботов. Так, надо роботу починить. Иди, беги на базу. Беги на базу. И вы посмотрите, вот здесь вот тоже, походу, желтый, да? Бомбит. Неужели мои корабли снесли? Вы что, издеваетесь? Два корабля. Давайте, отжимайте. Прижимайте этого желтого. Наглец какой, а? Что у меня здесь происходит? А здесь мои войска просто стоят и тупят. Да, похоже, мирное соглашение не подействовало. На оранжевых придется их прижать. Как бы это... Обидно не было. Просто в пустую деньги потратили. Давайте, обращайте весь этот город. Кстати, оранжевые все-таки отвоевали у красных город. Теперь у красных вообще практически ничего нету, помимо того, что у них есть... Вот здесь вот далеко-далеко, где-то на краю света, рядышком с синими, небольшой городочек. Вы посмотрите, что-то оранжевый тут пиликает у нас на радаре. Давайте нажмем, посмотрим, что они нам скажут. Наша миссия нести... Ну, короче, понятно, они на нас обозлились. Поэтому воюем. Воюем, как это было уже и ранее. Наблюдаю движущийся вражеский объект. Атаковать, не подпускать к нашей базе. Мю-мю, ракеты полетели и что-то как-то ракеты промахнулись. Ах, они со мной водящиеся! Вот это, конечно, роскошно. Желтый-желтый, что ж вы делаете, а? Вон еще один подтягивает, смотрите. Предлагаю поставить здесь еще один домик жилой, чтобы мы могли построить больше. А, все, только один могу поставить. Ну, все, значит, один. Чтобы я мог еще построить один кораблик. Вот так вот. О, даже два смогу. Отлично. Миньоны тут плавают. А, они утонули. Это с желтых кораблей. Вон они все там, под водой уже. Это, короче, вражеские были. Ох, ты посмотри на него, а? Моего бомбит. Давайте сюда. Мои корабли плывите. Бомбите их. А здесь такие существа сидят на пляже и наблюдают за войной. А, нет, они спят. Скучная у нас война. Че-че-че происходит? Я че-то отвлекся? О! Ништячок! Отжали у оранжевых городок. Ну все, оранжевые. Давай-ка, пока. Теперь на этом материке. Вроде бы все города захвачены. Надо посмотреть еще по сторонам. Вы обратили религиозный город свою веру. Специализация не изменится. Ну, понятный пень. Посмотрим. Воу-воу-воу, красная кнопка! А, это самолетик. Я думал, сейчас ядерная бомба куда-то полетит. Ха! Пульт с красной кнопкой. Там даже рычажков нету, чтобы управлять этим самолетиком. Просто одна здоровая красная кнопка. Поздравляем! Теперь вашей технике подвластен даже вольный ветер. С воздушной воронкой и вихревой трубой вы сможете создавать технику, способную поднимать на многие километры над поверхностью планеты. Есть! Мы добрались до самолетов. Это же просто пупенно! Так, давай, до свидания, кораблик оранжевых. КОРАБЛИК